27 сентября, Международный день туризма. Не могли этот праздник обойти стороной. Расскажем о том мероприятии, которое прошло совсем недавно. Горный поход за сутки. Именно так он называется. У нас в студии организатор этих соревнований Александр Лейкин и Сергей Токарев, участник горного похода. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Александр, в чем суть данного похода? У кого была идея? Как получилось организовать? И все ли получилось? Все великолепно сложилось. Первый горный поход за сутки прошел 16 лет назад. Да, это такое мероприятие с историей. Организовали его Федерация альпинизма Красноярска. Нам его передали 5 лет назад. Мы как клуб Горноста его проводим последние 5 лет. И суть данного мероприятия в том, чтобы показать окрестности города Красноярска, познакомить людей с красотами, которые вокруг города. Потому что местность уникальная, такой нигде больше не существует. Когда в три стороны от Красноярска горы, там множество объектов природных, которые можно показать. Особенность в том, что горный поход проходит каждый год в новой местности. Ни разу не повторялся и еще много-много лет не повторится. А правильно ли мы понимаем, что не только красноярцы участвуют в горном походе? То есть раз познакомиться с окрестностями, все-таки мы что-то хотя бы издалека видим. Приезжают ли из других городов? Да, конечно, приезжают уже из других городов. В этом году у нас было 412 участников вышло на старт. Это 207 команд, 414 участников. И 85% это были красноярцы. И 15% это, ну, конечно, Томск, Иркутск, Новосибирск. Ну, были представители Уфа, Санкт-Петербург, Москва. Все ли вернулись? Все ли пришли к финишу? И какая протяженность трассы? К финишу финишировало у нас на дистанции 333 участника. Потому что не все команды доходят. Ну, люди сходят в дистанции, сообщают нам об этом, конечно. И протяженность дистанции у нас была в этом году 45, 55 и 65 километров. Три разных разряда для любителей новичков и спортсменов. И набор высоты в этом году был достаточно серьезный. На малой дистанции это минимум 2500 метров. На большой – 3500. Ну, и вот сходили с дистанции как раз из-за того, что что-то пошло не так, да? Ну, по разным причинам люди сходят в дистанции. У кого-то что-то заболело, бывает, получили травмы, растянули что-то в процессе. Бывает, что оказались не готовы к таким мероприятиям, особенно те, кто первый раз выходит. Ну, Александр, вы сказали, для новичков 45 километров – это немного ли? У нас соревнования по экстремальному туризму. И это дистанция все-таки с преодолением, с хорошим преодолением себя. И, ну, новичкам надо все равно готовиться. Сергей, ну вот тут вопрос тогда к вам. А чего случилось-то, как решили? А, ну, 45 километров, отчего бы мне не прогуляться? Ну, я шел на дистанцию 55, для меня это третий горный поход. Первый раз я участвовал в 2018 году, когда я познакомился с этим мероприятием. Потом был 20-й, очень для меня сложный. И в этом году. И, что говорите, красноярцы знают окрестности? Нет. Не знаю? Организаторы всегда так простраивают маршрут, что даже красноярцы узнают для себя новые места. И всегда дистанция маршрут держится в секрете. И только за час до старта выдают маршрут. То есть никто не знает даже, это будет правый берег, там, нас на Девногорскую видовку отправят, либо на Черную Сопку. Интрига держится до последнего момента. И когда ты идешь, ну, маршрут строится так, чтобы были красивые видовые места, видимо. Об этом тоже думают. И всегда себе точки ставишь на карте. Так, надо сюда вернуться. Вы сюда вернутся. Максимальная дистанция, прям, 75. В этом году была 65. А, 65. Но это дистанция плюс. Потому что это соревнования с элементами ориентирования. Есть только точки, и участники сами простраивают маршрут. Можно уйти не туда. Что-то пропустить и намотать 10-15 километров сверху. В предыдущие разы, когда мы ходили, так и получалось. У нас чуть ли не по 15 километров, мы выше дистанции накручивали. В этом году мы с умом подошли. Финишировали. Прежде чем идти, мы хорошо изучали карту. Как можно срезать, обойти сопочку где-то. Лес удобный, что уже под лесок померз. И можно спокойно идти не по тропам. И у нас вышло по одним данным 54, по другим 64. Ну, два прибора дали разную информацию. Но интересно, потому что в обычной жизни мы никогда не ходим. Допустим, у нас 18 часов маршрут занял на такой дистанции, как организм себя ведет. Какое количество отдаете перекусам, это важно. Кстати, да. Все на ходу. Время не все на ходу. То есть не останавливаясь, прямо на ходу? Стараемся, нет. То есть время, чтобы не терять? Да. Просто лучше медленно и не спеша идти, но без остановок. А, свои хитрости. Чем где-то быстрее идти, да. Александр, а получается было три точки старта и три точки финиша на трех разных трассах, да? Нет, это было две точки старта и одна точка финиша для всех общая. Финиш мы проводили в большом теплом здании, где нас могли принять такое количество участников. А старт был раздельный. Люди вышли из Зыкова и из Маганска с электрички, которую нам любезно предоставили и согласовали структуры. Был отдельный электричка, отдельный поезд. Это позволило нам, участников, стартовать раньше, чтобы они максимально большое расстояние прошли по светлу и уже к ночи вышли максимально из леса. То есть, я так понимаю, Сергей, там и специальная одежда, ботинки, фонарики, все, что необходимо, да? Да, список обязательного снаряжения, фонарик, потому что треть, может, и половина маршрута проходит в ночи по лесу. Без фонарика никак, набор еды. Вы ориентируетесь по электронным устройствам каким-то? Есть бумажная карта, но, в принципе, да, все идут с электронными картами, у кого какие есть. У кого какие есть. Что самое сложное? Самое сложное? Для того, кто идет, вот, дойти. Психологически. Физически многие, в принципе, там... Ну, идут и идут. Да, идут, да. А психологически устаешь, кто-то начинает с напарниками ругаться, например, и выдержать этот момент, когда вы уже все устали, вы идете по ночи, прошли какую-то точку, и вам нужно возвращаться, кто прав, кто виноват, вот. И обойти эти моменты, и с радостью прийти на финиш, всех обнять. Ну, то есть, я так понимаю, Александр, это все-таки командная тема, да? То есть, это не индивидуально, как вот бывает с забегами, например, да? Да, это, конечно, это не забег. Да, здесь именно командная работа, ну, в том числе и по безопасности. Два человека необходимо в команде. И проверка морально-волевых качеств, устойчивости к стрессам, потому что, да, действительно, ну, и с напарниками ругаются, но надо, вот, что называется, в горы, по идее, там, направить. Напарника возьми. Да, да, да. Здесь проверять можно. Ну, опять же, дружба там отлично проверяет. Ну, а на финале медали, вот такие мини-кубки, если так можно назвать. Да, конечно, участников в этом году ждут такие кубки за первое, второе, третье место по разным дистанциям. Медаль, которая выполнена с крутящимся элементом. Компас. Да, и символизирует компас. Участникам выдавали такой браслет при проверке обязательного снаряжения. И в этом году у нас была тема поиск клада. Мы всегда стараемся сделать, привязать это к какой-то истории. И в этом году у нас ребята отсмотрели историю. Существовал действительно разграбленный там какой-то обоз, атаман, который спрятал этот склад на Таргашинском хребте. И ребята были в поисках этого клада. Здесь, на этой монете, это реальный слепок с монетой Несейской губернии Екатеринского времени. И надо обратить внимание, что здесь 1822 год, 10 копеек. Как раз все к датам, так сказать, привязано. Ой, вообще отлично. Ну, уже наверняка думаете о трассах на следующий год. Да, конечно, думаем о трассах на следующий год. И открываем регистрацию на горный поход. Уже сейчас. 2023 года. Там будет, конечно, взнос с каждого участника. Ну, ждем. Ждем. Участников, потому что это такой самобытный формат. Такого больше нет. Особенность в том, что никто, да, не знает маршрут. Людей это привлекает. Трассы строятся очень много времени, потому что то, что мы нарисовали на бумаге, мы туда ходим, смотрим, стоит ли сюда везти людей. Выясняем, что это место не очень. Давайте сделаем другое. В этом году мы нашли очень две интересных локации, которые вот много людей, все их видели, но никто там не был. Да, это была вот долина, заимка Пасечник, которую все видят в Старгашинской видовке, но никто туда не ходил, не спускался. И это была вершина К2, которая над подъемником, над накрестенной дороги. Тоже ее видно отовсюду, но туда никто не ходил. Отлично. Сергей, последнее. Если коротко, зачем идти? Мы поняли, почему организатор нас призывает в этом участвовать. А как участник, зачем? Ну, это веселая мероприятия. Полтысячи единомышленников, туристов, походников, радостных, спортивных идут. Соревновательный дух присутствует, конечно, все равно это такая большая команда, когда вы все идете по лесу, по осеннему лесу, наслаждаетесь природой и поддерживаете друг друга. Готовьтесь к будущему горному походу. Это действительно интересно. Как уже сказал Александр, заявки принимаются. Всю информацию найдете в сетях наверняка, в группах ВКонтакте. Ну, а мы вас благодарим и желаем побольше участников в этом интересном проекте. Всего доброго.